КОФЕ Считает, что кофе вызывает бессонницу и головные боли. Но так ли это на самом деле? И поможет ли отказ от кофе? Сейчас в этом и будем разбираться. Марина Макиша, врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов-нутрицологов. Марин, привет! Привет! Вот на самом деле, я когда слышу «отказ от кофе», вот это словосочетание, у меня, если честно, поджилки трясутся. Я не представляю вообще в своей жизни, что я откажусь от кофе. Но стоит ли это делать или нет? Чем опасно, чем полезно? Рассказывай. Вот ты знаешь, есть такая поговорка «в меру пить 100 лет жить». И она касается в том числе напитков, которые такие, как кофе, чай, допустим. Здесь важно понимать, что в умеренном количестве эти продукты действительно будут полезны нам и улучшают работу организма в целом, профилактируют многие заболевания. Но если пить их сверхмеры, а мерой считается не больше пяти чашек кофе в день, то тогда мы столкнемся с обратным эффектом, и могут возникать уже определенные проблемы. Вот я знаю, что люди часто отказываются от кофе, потому что боятся как-то навредить сердце, что гипертония будет, там, давление будет подниматься. Вот это правда? Это миф, потому что кофе имеет очень интересное воздействие на наш организм, расширяет периферические сосуды и сужает те сосуды, которые кровоснабжают внутренние органы. Поэтому реакция на кофе у каждого человека индивидуальная. У кого-то, наоборот, давление может понизиться, а у кого-то может и повыситься. И здесь надо просто знать свою индивидуальную реакцию. Ну и, соответственно, если кофе у вас сильно повышает давление, то пить его в больших количествах точно не стоит. Тогда ограничьтесь одной чашкой в день. Но что касается здоровья сердца, последние исследования показали, что кофеин обладает таким стимулирующим воздействием на сердечную мышцу, улучшает её выносливость, повышает работоспособность и поэтому является даже полезным для сердца, опять же, в умеренном количестве. Серьёзно? Да. А он, получается, полезен тем, что... Он улучшает... Как гипотоником вот чуть-чуть, да, видимо? Он улучшает кровоснабжение сердечной мышцы, повышает её тонус, да. То есть как мышца она работает лучше, эффективнее. То есть если у вас нет вот этой индивидуальной реакции на кофе, когда вы выпиваете, и у вас тут же скачет давление, можно пить кофе смело. Абсолютно спокойно. И некоторые, ещё раз говорю, даже отмечают снижение давления после приёма чашки кофе. А вот гипотоники, например, очень часто не могут проснуться без утреннего кофе, потому что им как раз вот такое вот стимулирующее его действие, тонизирующее, бодрящее, но помогает включиться, что называется, в рабочий процесс. Я с людьми не разговариваю с утра, пока не выпьют чашку кофе, потому что я боюсь сказать им какую-нибудь ерунду, за которую потом придётся расплачиваться. Поэтому я кофе пью, я гипотоник. Что касается сна, многие люди отказываются от кофе, чтобы вечером нормально спать. Не только кофе, но, например, чай и какао, в состав которых тоже входит кофеин, могут продлевать нашу активность. И как показали исследования, после приёма чашки крепкого чая или кофе, неважно, у человека действительно сон может нарушаться. Вот лучше не пить кофе где-то за 6 часов до сна. За 6 часов? Да. Мне кажется, он мне столько бодрости не даёт. Мне кажется, я чашку кофе выпила, и уже через 3 часа, думаю, ещё нужно срочно. Вот, но, опять же, это индивидуальная реакция. И некоторые люди, наоборот, выпивая чашку кофе, спокойно засыпают. У меня, например, вот на кофе реакция такая, что я засыпаю абсолютно спокойно после кофе, а вот чай может дать мне бодрость часов на 6, и я его после 18 вечера вообще не пью. То есть поэтому лучше пить кофе всё-таки до 6 часов вечера, так, чтобы вы спокойно высыпались. Ещё вот многие сейчас отказываются от кофе из-за того, что он провоцирует у них налёт на зубах. Сейчас у многих ещё эти дрогущие зубы, элайнеры, виниры. Это правда? Давай разберёмся. Сам по себе кофе, вот покрасить зубную эмаль так, чтобы она приобрела какой-то жёлтый цвет, не может. Если какие-то есть проблемы, то есть эмаль пористая или что-то такое. Но в целом эмаль, она очень прочная, и она не окрашивается сама по себе от кофе. Услышали? Это миф. Кофе на лёд не провоцирует. А что по поводу желудочно-кишечного тракта? Вот я знаю даже одного человека, который боится пить кофе, где-то если вот он не рядом с домом, или знает то, что ему сейчас нужно в дорогу, потому что у него сразу же начинает реагировать активно. кишечник прочищаться. Он так говорит. А это действительно так работает? Значит, да, кофе в этом отношении стимулирует перистальтику кишечника. Кроме того, кофе повышает выработку пищеварительных ферментов, в частности, желудочного сока. И поэтому мы не рекомендуем пить его натощак. И ещё вот такой вопрос последний. Про головную боль. Вот отказываются от кофе, потому что считают то, что кофеин как-то сужает сосуды, и из-за этого начинает болеть голова. Вот это правда? Ну, здесь то же самое. Это индивидуальная реакция, потому что если у кого-то кофе давление повышает, то тогда может и возникать головная боль из-за спазма сосудов. Но часто это бывает признаком того, что вы пьёте слишком много кофе. Потому что кофе, с одной стороны, действия как стимулятор, маскирует усталость от нашего организма. То есть вы уже на самом деле устали, но кофе даёт вам возможность поработать чуть дольше. И вот эта накопленная усталость уже может провоцировать головную боль. То есть если вы пьёте кофе в умеренном количестве, у вас нет индивидуальной реакции спазма сосудов на данный продукт, то голова от кофе болеть не должна. Но если всё-таки после приёма кофе у вас заболела голова, это значит, что ваш организм просто кричит, иди и поспи, отдохни, хватит уже меня мучить. Марина, спасибо тебе большое за консультацию. Будьте здоровы. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова